Бессознательный 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 И бессознательное находится вне его, но тем не менее оно действует. Тем не менее бессознательное представляет собой некую силу. Пока в этом определении самое главное, что бессознательное находится вне планшета сознания. Существует второе определение, позитивное. И это разделение на позитивное и негативное определение, оно ущеркивает все логические возможности что-либо определить. Позитивное исходит из понятия воли. Есть эмпирическое наблюдение, этим занимается психоанализ. Есть эмпирическое наблюдение, что помимо нашей воли, в нашем поведении присутствуют некие элементы, если можно говорить с чужой волей, волей, которая действует параллельно с нашей волей. Можно записать чужая воля. Вот два способа введения бессознательного, и они полностью должны покрывать все поле возможного обсуждения того, что это представляет собой бессознательное. Давайте я остановлюсь на первом определении. Разберем сначала, что такое негативное определение, и дальше будем следовать согласно тому, что мы получим в этом. исследование. И перейдем к тому, что такое позитивное определение. И тогда можно будет разобрать, какие психоанализы существуют, позитивное определение того, что такое бессознательное. вот как согласно негативному определению бессознательное, это буквально то, что находится по ту сторону сознания, да, вне сознания. Вне сознания или по ту сторону. По ту сторону сознания. есть в философии есть в философии похожие конструкции, которые тоже определяются как нечто по ту сторону. Это вещь себе. как определяется вещь себе? Вещь себе определяется тем способом, что есть явление, да, в садистане. и по ту сторону видимого в садистане картины и явления есть потустороннее, да, которое называется вещь себе. То есть вещи, как они есть сами по себе. Вещи в себе. Вещи, как они есть сами по себе. а это потустороннее. Вещи в себе сами по себе недоступны. Они могут только мыслиться. Они могут мыслиться как необходимые условия существования явлений, да. Явление есть нечто синтетическое, образованное образованное путем направления наших познавательных способностей на вещи в себе. В результате вот их взаимодействия образуется явление, которое мы, собственно, и наблюдаем. Что тут заметная аналогия? Заметная аналогия в том, что, когда мы говорим о кладшете сознания, что здесь явления, данные в созерцании, они тоже, в созерцании, они тоже данные сознанию. То есть я направлено на мир и видит картину созерцаемого или явления. И потустороннее этой картины мыслиться так же, и потустороннее этой картины, которые представляются вещи в себе. И здесь так же. Есть некий планшет сознания, да, то, что мы видим вокруг себя, и потустороннее, и потустороннее планшет сознания является нечто бессознательное. Иначе говоря, исходя из этой аналогии, можно констатировать, что бессознательное обводится таким же способом, как и вещь в себе. Иначе говоря, между этими двумя понятиями существует некая аналогия, которую можно проследить и установить, и она будет, как мне кажется, продуктивной. Давайте обратимся к позитивному определению, где бессознательно понимается как воля, да? Точнее, как некоторая воля, некоторая чужая воля. Позитивное определение. Это в психоанализе. Психоанализ считает себя эмпирической наукой, хотя способ, каким психоанализ пытается доказать свою состоятельность в научных смысле, она сомнительна, но тем не менее, как бы сигоанализ опирается на некий опыт, да, и исходит из того, что оно видит в опыте. В опыте оно видит многообразное проявление поступков, которые невозможно объяснить, если исходить из того, что в человеке есть сознание. То есть человеку нельзя свести к сознанию. Человеку есть нечто многомерное, как бы, да, и вот он есть нечто, то, что составляет его сознание, и то, что составляет все остальное, да. У нас, когда давали негативное определение, так и получалось, что все, что связано с сознанием, это было, это все, что связано, у нас получалось так, что есть сознание, есть все, что не является сознанием, то есть, вся целостность человека разбилась на две составляющие, вот, целостность человека, она разбилась на то, что находится в сознании, и на бессознательное. Дело в том, что исходя из такого негативного определения, получалось, что бессознательное, в принципе, не может вступить в сознание, оно по определению дано, как нечто, как нечто, что нельзя осознать, да, как нечто, а если нельзя его осознать, то оно является непознаваемым, то есть, бессознательное, какие вещи себе, как вещь себе, да, является непознаваемым. Оно находится по ту сторону сознания, хотя, следствие существования этого бессознательного, мы наблюдаем тем, что в наше сознание проступают некие действия, которые совершили не мы, а совершает нечто, что нам непосредственно не дано, а именно то, что называется бессознательным. Отличие, существенное отличие между вещами в себе и бессознательным состоит в том, что вещи в себе являются чем-то пассивным, то есть, вещи в себе пассивны, и в созерцании активным является собственно познающий субъект, он направляется усилия на вещи в себе, чтобы их познать, и получает в результате явления. А бессознательное является активным элементом, это некая активность, и как они являются вещами в себе, но активными. И тут надо обратить внимание на то, что Кант определял душу как вещь в себе, как нечто непознаваемое. То есть, вот это определение бессознательного идет одновременно параллельно с тем, как Кант определяет душу. Но у Канта душа является вещью в себе в силу того, что во внутреннем проживании, во внутреннем чувстве душа доступна только через опосредование времени, то есть, только через форму времени. То есть, душа дана через форму времени. А раз она дана опосредованно, то на самом деле душа никогда не дана как сама по себе. То есть, как бы душа сама по себе остается непознаваемой. Остается вещью в себе. Поэтому вот это понимание Канта непознаваемой души и понимание Канта души как вещь в себе, она немножко уводит в другую сторону. Поэтому мы не будем брать именно Кантовское понимание души. А мы сейчас пытаемся понять бессознательное. У нас теперь вместо души есть некое бессознательное. И вот это вот бессознательное, которое пока мы поняли отрицательно, отсутствие сознания, оно тоже является непознаваемым, но в силу его активности, оно проявляет себя в следствии. То есть, есть некие следствия, вот эти следствия мы можем осознавать. Следствие, действие, действие бессознательного. Мы можем осознавать. Иначе говоря, бессознательное нам доступно только тем способом, что его действие и следствие входит в планшет сознания, исходя из этих следов, да, можно говорить о следах, следах планшет сознания наш. А тут следы бессознательного. То есть, когда следствие действия бессознательного входит в планшет сознания, то мы по следам можем выследить это бессознательно. То есть, иначе говоря, бессознательное нам дано единственным способом, в отличие от вещей себе, да, вещей себе является пассивным, поэтому они нам в принципе никогда не даны, всегда даны явления. А бессознательно можно проследить его следы, поскольку бессознательное является активным началом, да, и оно вступает в сознание в виде следов и следствий действий. Поэтому оно нам доступно. И вот, когда мы говорим о позитивном определении, психоаналист попытался вот эти следы бессознательного, да, и действия бессознательного, как это концептуализировать. И вот мы знаем три способа, какие мы концептуализировали бессознательно. Зачем нужно вообще психоанализу, концептуализацию? Потому что, во-первых, для того, чтобы как-то этим бессознательным оперировать. Потому что если бессознательно непознаваемо, то и оперировать им нельзя, да, это просто непознаваемо всегда остается непознаваемым, ничего с ним сделать нельзя. То есть, это же, как и вещи себе в свое время отбросили на том основании, что просто если она непознаваемая, то она вообще не представляет собой нечто, чем можно оперировать в дискурсе. Потому что всякий раз, когда мы вещи себе присоединяем к нашим рассуждениям, к дискурсу, она приобретает черты как будто познаваемости, да, в силу контекста. Есть некий контекст. Контекст. Если мы к этому контексту присоединяем нечто непознаваемое, то в силу контекстуальности возникает такой эффект, что нечто непознаваемое приобретает некую определенность. Определенность контекстуального типа. То есть она получает определенность, контекстуальную определенность. И тем самым становится чем-то познаваемым. Поэтому, если мы вводим нечто, что не является нам доступным, не является познаваемым, то с ним надо работать очень аккуратно. Надо постоянно помнить об этом, постоянно держать его вдали от контекста. Например, тем способом, что она является, как я говорю, потусторонним. Она является потусторонним, и она никаким способом недоступна в контексте. Его никак не присоединит. Потому что она является чем-то, что находится на другом уровне. У нас есть уровень планшет сознания, а за планшетом сознания где-то есть бессознательный, который в принципе непознаваемый. Но психоанализ не может ввести в свой дискурс нечто такое непознаваемое и им оперирует. Поэтому им нужно как-то сделать бессознательным в каком-то смысле и познаваемым. Каким-то образом его концептуализировать. И вот первая концептуализация такого бессознательного является концептуализацией Фрейна. Фрейн понимает нечто, что можно назвать бессознательным. То есть бессознательное не различается с тем способом, каким оно представляется. Что такое представление? Представление это способ, каким что-либо понимается. Мы понимаем только то, что можем представить. Изобразить либо в виде схемы, либо в виде символа. Это старое кантовское развлечение. Критики способностей суждения. Он как раз и различает два способа, каким понятием приводится к созерцанию. Либо посредством схемы, либо посредством символа. Причем посредством символа приводится понятие разума, а посредством схемы понятие рассудка. Причем вот что такое символ? Символ это нечто такое, что указывает на отсутствующее. Это некий указатель. Например, икона. Чистый указатель. То есть, иначе говоря, символ присутствует в планшете сознания только тем способом, что указывает на нечто, что существует, но не может быть осознанным. В данном случае бессознатель является неким символом в нашем рассуждении, поскольку оно существует, но никаким образом не может быть осознанным. Его осознание, я еще раз говорю, происходит только через следствия, либо следы, которые оно оставляет в самом сознании. Но в данном случае Фрейд изображает бессознательное не в виде символа, а в виде некой схемы. То есть, он считает, что бессознательное может быть концептуализировано как схема. То есть, его можно изобразить. Схема – это некий способ, каким мы что-то понимаем. Всякий раз, когда мы восходим к пониманию, мы всякий раз что-то представляем. И получается, что Фрейд не различает понимание и бессознательное. Иначе говоря, когда Фрейд пытается зайти в понимание того, что представляет и как работает бессознательное, он на самом деле, само бессознательное не может выщелить из этого понимания, и оно у него смешивается. У него непонятно, на самом деле, что представляется его бессознательным, его пониманием. Иначе говоря, вот это некая целостная картина, в котором бессознательное должно было бы быть ухвачено. Как будто бы в этом понимании, а именно в мифе обе-типе, рассказывается нечто, что еще мы можем сделать вывод о том, как работает бессознательное. Это первый способ, каким в истории философии, в данном случае, этой историей является психоанализа, было концептуализировано бессознательно. Второй способ – это лакан. Первый крыль – это представление, да? Представление и понимание. Понимание. Зачем вообще нужно представление? Потому что способ, как мы что-то понимаем, это способ составляет представление. Представление должно было изображаться в некоторой схеме. Вот он эту схему предлагает в виде мифа обе-типе. А второе – лакан. Лакан концептуализирует бессознательное как язык. Он говорит, что бессознательное структурировано как язык. Иначе говоря, собственно, как бы бессознательное мы должны искать в языке. В чем тут проблема? Проблема состоит в том, что язык есть некий доступ к бессознательному. Один из каналов. Поскольку в лечении речь идет о том, что врач общается с пациентом, то доступ к бессознательному пациенту осуществляется через язык. Язык является коммуникативной составляющей лечения. И эта коммуникативная составляющая лечения является настолько существенной, что, собственно, большая часть того, что называлась у Фрейда, собственно, сеанса психоанализа, состояла в том, что нечто выспрашивалось у пациента. То есть происходило некое общение, и из этого общения делались какие-то выводы. Так вот, лакан говорит о том, что бессознательное, собственно, как-то расположено в языке. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что язык есть только способ доступа. Способ доступа. Бессознательно. Причем один из, да, один из, причем, наверное, самый важный, но, тем не менее, это один из способов доступа к бессознательному. И получается, что лакан, опять же, здесь спутывает, смешивает доступ, да, доступ к бессознательному. И само бессознательное. Поскольку, как я уже говорил, бессознательное не может быть дано, тем не менее, как бы, уговорится о том, что бессознательное как-то расположено в языке, да, и оно само существует как язык, оно структурировано как язык, и через язык мы имеем доступ к бессознательному человеку. Но вот это вот то, что бессознательное, опять же, никак не концептуализировано, кроме как через свой доступ, да, вот и вот это вот смешивание способа доступа к бессознательному и само бессознательному, является, опять же, проблемой. У Фрейда эта проблема связана с тем, что у него смешано представление, да, а rigtwhere понимание без сознательными самом связана а здесь смешан воздуб roam alone понятно что это неизбежные способы какие мы приближаемся потому что предприниматься бессара и срок и складывались ни как не дало она не может быть основан еще раз идет а может быть осознат света о наших следах следствия здесь эти следствия концептуализировать в представлениях а здесь они из конструкции туализорованное виде языка но язык это один только из доступов И вот существует третий способ. Наверное, существуют еще и другие способы. Просто я беру то, что для философии очень существенно и важно, некие вихи того, как понималось бессознательно. И третий способ, как понимается бессознательно, это делес. Делес, ну и кватарий. Этот способ состоит в том, что бессознательно понимается, сознательно и концептуализируется, лучше говоря, да, концептуализируется как производство. И это наиболее близко к тому, что представляет собой бессознательное на самом деле. Дело в том, что существует бессознательное, можно понимать двояким способом. Можно бессознательно понимать смысл и объект. Да, вот есть как бы наука, скажем, психоанализ, да? Психоанализ. Ну, наукой нельзя, наверное, в строгом смысле назвать, но тем не менее, есть вот такая дисциплина, как психоанализ. И мы внутри этой дисциплины... Да, есть наука, психоанализ, и внутри этой дисциплины бессознательное можно рассматривать как некий объект. Вот есть объекты, это объекты исследования. Это дисциплины, которые мы можем назвать как бы бессознательное, да? То есть психоанализ занимается бессознательным как объектом своего исследования. У него есть предмет, и он занимается этим предметом. Но ведь на деле, когда мы говорим о том, что бессознательно является активным началом, то ведь это говорит о том, что бессознательно представляет собой на деле некий субъект. Что означает, что бессознание представляет собой некий субъект? Это означает, что она, во-первых, активна. Активна. В отличие от объектов, да? Объекты пассивны. Во-вторых, она действует. Действует. Производит эффекты. Эффекты. Или является производством, можно сказать. Производством, в целом. Субъект отличается от того, что называется объектом, тем, что субъект всегда активен. На стороне субъекта всегда является активность. Любая философия субъекта всегда различает субъект объекта прежде всего потому, что субъект представляет собой некую активность, а объект всегда некое страдательное начало. И активность субъекта всегда направлена на объект. И поэтому, если правильно концептуализировать то, что собой представляет бессознательное, то следует говорить о неком бессознательном, который является не просто объектом исследования, психоанализа, а является неким субъектом. Тогда получается, что если бессознательный некий субъект, который производит желание, как говорит Гватарий, то тогда самое наиболее близкое понимание бессознательного, наиболее концептуально правильного состоит в том, как его рассматривает Делес и Гватарий. Причем Делес и Кватари критикуют предыдущие два представления как представления идеалистические. Ну, в самом деле. И Фрейд спутывает бессознательное, сводит и редуцирует его к представлению. То есть он спутывает понимание бессознательное и само бессознательное. И в силу того, что бессознательное как некое производство, как некий субъект, сведено к некой игровой сцене, к некому театральному действию, в которую вовлечен этот субъект, собственно, само бессознательное теряется. Лакан более близок к истине, он пытается найти доступ к бессознательному, и этим доступом является язык. Но у него опять же существует смешение между способом доступа к бессознательному и самим бессознательным. То есть у него утверждается, что бессознательное как-то расположено в языке, и его можно из этого языка извлекать. А можно путем неких процедур обнаруживать это бессознательное при работе с языком. Но тем не менее, здесь опять есть неразличенность между тем, что бессознательное является чем-то самостоятельным и самим доступом к этому самостоятельному. И только у Деллеза мы на самом деле приближаемся к тому, как можно концептуализировать на самом деле бессознательное. Бессознательное оказывается неким субъектом, но только сам Деллез о субъекте не говорил, это уже некая добавка к Деллезу, которую я предлагаю. Почему я говорю о субъекте? Потому что бессознательное является не чем-то пассивным, а именно активным и действующим. И вот этот субъект, в данном случае причина, можно сказать, причина или источник, источник вот этой активности и действия, и представляет собой бессознательное. На самом деле, когда я критиковал Лакана и Фрейда, здесь есть одна интересная вещь, что, поскольку бессознательное, бессознательное непознаваемо мы говорили, да? Непознаваемо. Является вещью в себе, вещью в себе, но активной, в отличие от вещей в себе у Канта. Ну, у Канта вещью в себе и душа является, но главное, что вот характеристика является, что она является активной, да? И мы говорили о том, что она познается через следы или следы следствия, да? Следствия, следы, которые остаются в сознании. На самом деле, поскольку бессознательное в принципе непознаваемо, оно и в сознании-то недоступно. То есть бессознательное в принципе не может войти не так в сознание. Оно может войти туда только опосредственно. Поэтому, когда Фрейд и Лакан пытаются концептуализировать бессознательное в виде чего-то такого, что доступно сознанию, то на самом деле здесь возникает некий парадокс, да? Каким образом бессознательное может стать доступным сознанию? Он никаким не может стать. Какие вещи в себе никак не могут ступить созерцания, поскольку они опосредованы работой нашей познавательной способности. И это означает, что Фрейд и Лакан на самом деле никогда про бессознательное не говорили, никогда не могли к нему добраться, а фактически все, о чем они говорят, является эффектами подсознания. Все, о чем они говорят, является эффектами подсознания. Что такое подсознание? Подсознание – это вытесненное, вот у нас есть опять же планшет, наше сознание, вот вытесненное за пределы сознания, вытесненное. Подсознание. Вытесненное за пределы сознания всякого рода травматические эпизоды из жизни, всякого рода впечатления травматические, неприятные и прочее. Вот оно из сознания вытесняется и забывается. И вот это вытесненное находится в подсознании, но в принципе оно готово к тому, чтобы быть осознанным. Собственно, как все каналы свеи состоял в том, лечение состоял в том, что это из подсознания вытесненное, вывести опять же на свет сознание, и чтобы его осознать, и тем самым якобы в результате сознания возникает эффект лечения. Точно так же и у Лакана. Вообще, у Фрейда, у Лакана есть общая методика рассматривать, например, у Лакана рассматривать и исследовать в речи каламбуры, некие паузы, междометия. То есть не то, что речь представляется, это то, что обычно, на что мы внимание обращаем, когда мы слушаем речь, а именно на ее смысл, на какую коммуникационную информацию она несет. А на то, что она как бы скрывает в своих паузах, в своих способах укрывать информацию, в своих подборе слов, в ошибках и прочее. Почему? Потому что они считают, что подсознательное оно постоянно давит на сознание. И пытается как бы вырваться. Есть цензура, сознательная цензура, которая постоянно его туда-обратно затихивает. Не дает ему вырваться. И вот в результате этого напряжения возникает некий конфликт. И чтобы этот конфликт, чтобы вот эту энергию как-то выработать, чтобы вот этот постоянно бурлящий гейзер как-то остановить, как-то нейтрализовать, требуется процедура выведения подсознательного сознания. И, собственно, в этом состоит лечение. Иначе говоря, Фрейд и Лакан никогда не могли достигнуть бессознательного. Если они говорили бессознательного, то это является своего рода просто иллюзией. Все, чем занимается психоанализм, это подсознание. Никуда в другую область они добраться не могут. Потому что по определению бессознательный является непознаваемым. Бессознательный может только сказать то, что он является неким генерирующим началом, неким производящим началом, которое в силу своей активности образует в сознании некий эффект. Вот это вот дополнение, связанное с тем, чем занимается, собственно, психоанализм. Именно в силу того, что психоанализм занимается подсознанием, он не является чем-то интересным для философии. Именно потому, что Деллез является психоанализмом, и концепция Деллеза Гватарей является философской, а концепция Лакана и Фрейда не является философской, она является в лучшем случае психоаналитической. Является ли это действительно лечением или это своего рода иллюзией. Давайте теперь на то, что представляет собой бессознательное, взглянем со стороны начального разговора. Вот у нас был первоначальный разговор. Я говорил о том, что есть некий планшет сознания. Почему сознание является планшетом? У меня есть доклады, посвященные тому, что представляет собой бессознание сознания, представляет собой некое пространство. Я недавно обнаружил у Мамардашвили, с автором Пятигорским, они написали работу «Символы сознания», и они точно так же говорят о том, что структура сознания представляет нечто пространственное. То есть, иначе говоря, я в своем представлении о сознании, о том, что оно представляется в неком пространстве, не одинок, у меня были замечательные предшественники, да и они на самом деле уже предвосхитили некие выводы, которые делали. Поэтому я всегда теперь говорю о том, что сознание представляет собой некий планшет, для того, что я считаю, что в некотором отношении это доказано, предыдущими моими докладами. Так вот, сознание представляет собой некий планшет, и бессознательно представляет собой вне этого планшета, вне него бессознательно. Это бессознательно оно никак не дано, все, что дано, дано на планшете. Вот тут дано. В ней находится бессознательное, причем это определение негативное, каким образом мы сюда можем присоединить позитивное определение. Позитивное определение не должно нарушать границы негативного определения. Иначе говоря, бессознательное должно остаться чем-то потусторонним, а значит, непознаваемым, а только мыслью. А каким образом существует потусторонняя? Есть планшет. А то, что по ту сторону с компланшетом, это в данном случае вот это пространство, да, вокруг. Это очерчено планшет сознания, то, что вот сознание, это сфера сознания, в которой мы находимся, в которой мы погружены. Вот мы внутри этой сферы. А вот по ту сторону этой сферы, я нарисовал планшет сознания круглый, ну давайте нарисуем его как сферу действительно. Вот некая сфера сознания, да? Планшет сознания, сфера сознания. Сознание находится в некой сфере. Есть в этой сфере потусторонние. Вот эта потусторонняя сфера представляет собой, в нем расположена бессознательная. Каким образом сознание утверждает о том, что есть некое потустороннее бессознательное? А тем способом, что внутри сознания возникают некие проявления, источник которых сознание усматривает как нечто иное, как воля другого, я писал раньше, воля другого. То есть у сознания есть своя воля, сознание знает, что представляет, будем считать, что с этим легко разобраться, хотя это на самом деле вопрос тоже такой интересный, это вопрос о воле. Но будем считать, что сознание знает, в чем состоит его воля, что она может различить. И тем не менее, если даже сознание не знает, что представляет его воля, тем не менее, вот эта воля другого явно видится. То возникает некий желание, которое всплывает в сознании, возникают некие импульсы, причиной которого не является само сознание. И сознание это понимает. И вот эти вот импульсы, да, импульсы, импульсы, желания, вот эти импульсы и желания, они представляют собой следы, следы бессознательных. Именно по ним сознание делает вывод о том, что есть некая причина или источник. Есть некая причина или источник, которая причина. Источник. Исходя из того, что присутствует, сфера сознания постоянно как бы извне, извне этой сферы, вступают некие феномены, импульсы, желания, которые сознание само не производит. Особенно, если взять, например, религиозное сознание, которое постоянно борется с искушением греха, то можно заметить, что вот эти как бы искушения как бы возникают извне, как нашептывание дьявола. Ну, это просто такой пример для того, чтобы показать и пояснить, что представляет собой эти внешние импульсы и желания. Ну, это как бы просто обыкновенный ежедневный наш опыт. Ну, вот возникают вот эти вот внешние какие-то следы. Мы их обнаруживаем внутри сознания. То есть они всплывают в нашем сознании, в сфере сознания. И вот мы можем говорить о том, что если мы эту ситуацию осмыслим, что существует некая причина или источник вот этих импульсов, которые постоянно возникают в нашем сознании. И вот эту причину и источник мы и называем бессознательным. Иначе говоря, бессознательное, оно точно так же, как и вещь в себе, представляет собой как бы основание того, почему существует вот эта вот другая воля, почему она проявляется и почему она в сознании в нашем всплывает. И вот эта, она примысливается как причина и источник вот этих вот импульсов. И теперь надо понять, как долется гватарий, гватарий, как они понимают бессознательно. Они понимают бессознательно, как некое производство. Иначе говоря, если говорить просто, то они говорят о том, что бессознательно есть причина и источник этих. Что значит производство, да? Производство, что бессознательно работает как производство. Это и означает, что бессознательно является причиной и источником того, что возникает в нашем сознании. Это и есть производство. Но на самом деле, долется гватарий идут дальше. Они производство рассматривают во всей его широте. То есть у этого производства существуют инвестиции, заводы, автоматизмы и прочее. То есть как бы они, все, что связано с производством, фабрики даже, желания. Все, что связано с производством, они полностью переносят внутрь организма. И они создают такую полную аналогию между тем, что Марс Сивзен говорит о социальных организмах, да, вот и социальных организмах, и как бы отдельных человеческих организмах. Возникает некая аналогия. Причем аналогия эта, она не параллельна, а представляет собой некую целостную систему. Да, что социальный организм и человеческий организм так вплетены в некую целостность, на самом деле, что инвестиции, которые осуществляются в поле лебедянном, да, то есть внутри человека, они одновременно как бы становятся инвестициями, которые уже осуществляются в социальных. То есть, иначе говоря, как бы единое целое, которое представляет собой социальное, и в которое внедрен человек, это единое целое работает по одним и тем же принципам, по принципам производства. Получается, что если мы подходим к бессознательному с правильной позиции, то бессознательный именно надо понимать так, как его понимает Делёс и Глотани. А именно как причину и источник возникающего в нашем сознании следствий или следов некой чужой воли, воли другого, и которая работает по принципу производства. Теперь вернемся к нашему определению, чтобы понять, дополняют ли они друг друга отрицательное определение и позитивное. Позитивное определение возьмем в том виде, как оно дано у Фрейда и Лакана, оно не дополняет наше негативное определение, а то, дополняет ли позитивное определение, которое дано у Делёса, наше негативное определение. Действительно, что получается? Вот у нас есть сфера сознания, по ту сторону, по ту сторону бессознательной. Сама возможность представлять эту по ту сторону дана нам с помощью мысли. Мы просто выходим за границы сферы сознания посредством мысли. Здесь мы мыслим по ту сторону бессознательной. И возможность удерживать это бессознательной мысли обеспечена такой вещью, как символ. Мы вводим эти символы. Есть два способа, каким образом мы понимаем мир. Мы понимаем мир через символ и понимаем мир через схему. Схема – это способ представить то, что мы понимаем. Это способ представления. Мы понимаем нечто через схему в том смысле, что мы нечто представляем. А через символ – это чистый указатель. Указатель на что-то, на потустороннее. Таким символом, например, является икона. Икона указывает на потусторонний мир. Ну, в религии. Так вот, бессознательное здесь введено том способом, что оно не поздно, но просто является неким символом, неким указателем. Указателем на потустороннее сфере сознания. И вот это у нас было негативное определение. Что же означало позитивное определение? Позитивное определение состоит в том, что бессознательное является продуктивным. И оно каким-то образом продуцирует, в сфере продуцирует, оно является активным. Как я говорил, оно является субъектом, а не объектом. И оно продуцирует в сфере сознания некие следы, следы или следствия того, что оно действует во своей продуктивности. И мы, исходя из сферы сознания и наблюдая другую волю, волю помимо нашей воли, мы наблюдая то, что у нас как-то нечто, извините, при неволе возникают у нас какие-то желания, стремления, импульсы какие-то, которые мы можем негативно вынуждены с ними считаться. Вот это обнаружение вот этой внешней воли и указывает на том, что бессознательное есть. Но это и есть схема того, как определяет позитивно бессознательное. Это и есть позитивное определение. Получается, по бессознательному, именно по бессознательному и гуатари, бессознательное позитивно определенное наиболее верно. Правда, бессознательное и распространяет это определение дальше, они рассматривают бессознательное не просто как нечто продуктивное, для них бессознательное является производством, причем с этим производством связано все, что можно отнести к производству. Они пытаются, в принципе, философию марксизма объединить с психоанализа, причем объединить их на едином основании. Так, чтобы получилось, чтобы социальное целое и корпорирование у него человек представляли собой некое единое пространство. Все начинается как бы в человеке, в желании, и кончается в социальном целом. К этому же производству отнесены такие понятия, как инвестиции. То есть производство инвестируется, и тем самым оно работает. И к производству относятся фабрики, заводы, вообще машинерия, машины желания. Я рассматриваю все это как некую метафору того, что представляет собой продуктивность. Потому что на самом деле во всем этом разговоре везде присутствует единое представление о бессознательном, а именно как о некой продуктивной активности. И в этой продуктивной активности есть не просто активность, а всякая активность и активность субъекта. Вот эта продуктивность, она вступает в сферу сознания, и мы через то, как видим, какие эффекты этого бессознательного, мы можем следить за самым бессознательным. Так вот все эти метафоры, метафорная работа антиэдип, капитализм и шизофрения, она вот именно пронизана этой метафоричностью. Там даже стиль особый такой не всегда доступный к пониманию. Но тем не менее, я считаю, что все остальные определенности, именно связанные с понятием того, что представляется производство, что представляется капитализм, они являются уже неким дополнительным, чем-то уже требующим дальнейшего исследования. Так ли это на самом деле? Самое главное в определении бессознательного, это вот именно продуктивная активность. Получается, что в представлении бельоза, еще раз говорю, что и это очень важно, негативное определение бессознательного, и позитивное определение бессознательного, они соответствуют друг другу. Это означает, что это определение бессознательное является корректным. С другой стороны, можно обратить внимание, что определение бессознательного фрейда, а именно, связанное с представлением или локально связанное с языком, они не являются дополнительными, никаким образом не могут быть вписаны в негативное определение бессознательного. Поэтому эти определения бессознательного просто являются некорректными. То есть, может быть, локально они могут быть определением для какой-то лечебной практики, И, я не знаю, может быть, для психоанализа такие определения могут оказаться чем-то там существенным. Но для философии, для концептуализации бессознательного, такие определения являются просто неверными. Верные определения являются определения Делёза и Галитария. Именно поэтому я согласен с Луко, который говорил, что, возможно, в будущем наш век назовут веком Делёза. Вот такой предварительный доклад, связанный с бессознательным. Для меня он важен в том отношении, что я показал его о том, что теперь я как бы сделаю маленькое, попытаюсь сделать какие-то обобщения, связанные с моим представлением, с моим видением двух субъектов. Я говорил о том, что бессознательный представляет, нельзя представлять себе как объект, а следует представлять себе как субъект. И вот этот субъект, я говорил о нём как о субъекте актов. Субъект актов. Вот этот субъект актов, те, кто знаком с моими докладами, даже понимают, о чём идёт я. Сейчас я не буду распространяться. Я различаю два способа, каким вводится субъект. Два существенно различных способа, они вводятся в различных контекстах. И поэтому они представляют собой разные субъекты. Один субъект – это субъект актов, другой субъект – это субъект проживания. И когда я говорю о субъекте актов, я всегда говорил о том, что этот субъект, он понимает, прежде всего, субъект объектной структуры. Причём, с точки зрения нашего понимания, субъект актов представляется вот этот генератор, генератор, ратор, источник, или причина, причина актов. Причём он является причиной актов любых, в том числе и связанных с психической жизнью человека. Он является в том числе и причиной психических актов. И он является субъектом. То вот этот субъект актов, о котором я говорил, и то бессознательное, о котором сейчас я говорю, вот моя гипотеза состоит в том, что это одно и то же, в первом приближении. Какая я делаю сейчас некое высказание, которое требует дальнейшего своего подтверждения. И тогда получается, что моё рассмотрение человека, который раздваивается на два субъекта, есть не что иное, как целостность человека. Разбивающаяся на сознание и бессознательное. Потому что с субъектом проживания связано с сознанием. Сознательное и бессознательное. Что соответствует просто очевидности, которой придерживается современная наука. Ну, современная философия. Ну и наука тоже, так как современное представление человека, оно и состоит в том, что человек нечто может осознавать, нечто находится в сфере его сознания. И эта сфера сознания представляет то, что можно назвать волей, волей человека. И есть некая бессознательная воля другого. Другая воля, можно сказать. Она заставляет человека поступать каким-то другим способом. Не так, как человек, например, хочет. Ну, это связано с тем, что представляет собой человек. Человеку нельзя свести к некому сознанию. У него всегда есть некий субъект актов, который генерирует постановки с актов. И всего этого заставляет действовать человеку определенным образом. Но это предварительное рассмотрение, потому что теперь я должен понять вот это вот уравнение. Если является ли бессознательный субъект актов, насколько оно является точным. Потому что субъектом актов является субъектом также мышления, восприятия, представления, которые сами по себе могут осознаваться. То есть эти мышления, восприятия, представления могут осознаваться, а могут и не осознаваться. То есть получается, что субъект актов, он... Если просто скажешь, что субъект актов есть бессознательный, немного получается странно, что получается, что бессознательное генерирует мышление, восприятие, представление. Тут надо просто подумать, какие из этого можно сделать выводы. Так это или не так. Как надо правильно говорить, скорее, надо убедиться. Потому что, согласно моему представлению, субъект актов ведь точно так же не доступен. И здесь опять же проглядывает эта вот кантовская логика. Но он недоступен точно так же, как и у канта. Душа является вещью в себе и бессознательной является тоже вещью в себе. Только разница состоит в том, что бессознательная является активной. Вот я говорил о вещью в себе, да? И себе так, это вот некие активности. А мы говорили, когда я говорил о вещью в себе, а это вещь в себе, это нечто пассивное. Ну вот такой предварительный доклад, связанный с бессознательным. Я к этой теме вернусь. Это некое первое выбрасывание. Посмотрим, что из этого выйдет. Нужно обратить внимание на то, что в негативном определении бессознательное определено, как потустороннее сознание. Стосторонняя сфера сознания. Сфера сознания – это возможная сфера, куда сознание может добраться. Да, все, что может быть осознанно, представляет собой сферу сознания. Потусторонняя этой сфера представляется бессознательная. Какие еще мы знаем аналогии, связанные с потусторонним? У нас еще есть две аналогии. Еще одна аналогия. Аналогия такого соотношения. Такого соотношения. Первая аналогия. Это между сферой возможного опыта. Вот сфера возможного опыта. Или иммунентная. И транседентная. Транседентная представляет собой потустороннее. Потусторонняя сфера возможного опыта. Вторая аналогия представляет собой аналогия, связанная с вещью в себе. Вот существует созерцаемо. Или явление. Потусторонняя в это явление предстоит находиться вещь в себе. Или вещи сами в себе. Почему так происходит? Потому что наша познавательная способность, направляясь на мир, как он есть сам по себе, то есть на вещи сами по себе, в результате их синтеза видит на самом деле явление. То есть кто видит мир через посредство опосредования самого себя своими познавательными способностями. То есть своими формами. И поэтому нам вещи в себе недоступны. Нам доступны только явления. Это КАН. И третья аналогия, она связана с тем, что у нас существует две способности. Одна способность восприятия, созерцания, способность непосредственно, скажем, способности данности. Ну а вообще мы в понятии восприятия. Потому что восприятие, оно опирается на все способности, связанные с способностями данности, ну и там способность слуха, видения и прочими, да. И есть как бы способность мышления. Так вот способность мышления, она... мысль непосредственно не дана в это восприятие, да, а мысль дана каким-то другим способом. Поэтому мысль рассматривается как потусторонняя этой данности мысль. Четвёртая аналогия. Это та же самая... Четвёртая аналогия состоит в том, что мир нам дан как чувственно воспринимаемый мир, и потустороннее у этого мира есть бытие. Иначе говоря, всякий раз мы наблюдаем одну и ту же аналогию, которая связана с тем, что у нас есть нечто, что нам дано, есть некая сфера потустороннего, а вот есть не сфера данности, так или иначе поняты, либо как импонентность, либо как явление, либо как данность, образованная международно способностями, по нашим любви способностям, либо как вот, собственно, данность, как данность, да, которая соотносится с бытием. Вот эти вот аналогии, они связаны с тем, что, в принципе, наше мышление так устроено, что мы всякий раз, когда полагаем, точнее, наше сознание так устроено, всякий раз, когда полагаем границу чему-либо, да, вот в данном случае я нарисовал границу сферы сознания, мы всякий раз выходим за эту границу. Сознание работает всегда тем способом, что выходит за границы, которые само себя полагает. Поэтому всякий раз по ту сторону всех границ, которые мы мыслим, да, которые, допустим, нам дана сфера возможного опыта, сфера восприятия, да, мы по ту сторону этой сферы мы в этом мыслим нечто, да, вот нечто как бы, да, кстати, тут еще забыл, еще один представить, внутри возможности, это связанность с абсолютом. Вот есть как бы наш опыт, опять же, опыт, да, конечный, есть абсолют. И всякий раз, как бы, мы переходим, трансцендируем эту сферу, сферу, которую, ограниченную сферу, и выходим по ту сторону. И в этой потусторонности мы обнаружим всякий раз нечто, да, вот, и то, что можно назвать общим словом трансценденция, и эта трансценденция, она просто выражается, в зависимости от того, что мы трансцендируем, она выражается различным образом, либо это вещь в себе, либо это абсолют, либо мысль, либо бытие, или вот, как в данном случае, этим является бессознательным. И вот эта вот аналогия между тем, что бессознательная как-то трансценденция соотносится с другими видами трансценденции, а именно как вещь в себе, абсолют, мысль, либо бытие, да, вот эта вот аналогия нам поможет в понимании, что такое бессознательное дальше. Ну, это как бы бумажное замещение. На самом деле, эта аналогия имеет очень существенную укорененность философии как таковой. Я бы даже сказал, что классическую философию можно понять только исходя из этой аналогии. Всегда есть некая сфера нашего опыта, сфера имманенции, некая сфера, в которой мы находимся, и всегда есть и трансцендирование этой сферы мыслей. Именно мысль является мысль, является способом, каким мы трансцендируем сферу нашего опыта, или сферу данности, или сферу сознания. Сфера сознания, сфера данности, сфера нашего опыта, эти сферы в первом приближении одинаковы. Между ними, конечно, есть различия, потому что это надо вести отдельный разговор, исследовать отдельные способности. Потому что дело в том, что, например, Лебенцев, он различает перцепции от перцепции. Иначе говоря, у нас есть перцепции, которые могут быть неосознаваемы, а могут быть перцепции, которые осознаваемы. Но это не означает, что те перцепции, которые неосознаваемы, не могут быть осознанны. Они могут быть осознанны в другой момент. Иначе говоря, в каждый данный момент у меня есть одни перцепции осознаваемы, а другие неосознаваемы. Это связано с тем, как работает внимание, потому что внимание имеет ограниченную сферу, и она перемещается по сфере сознания и тем самым принимает во внимание или бросает свет сознания в ту сферу, которая существует. Иначе говоря, сфера сознания не дана сразу. Сфера сознания является потенциальной данностью, которую внимание высвечивает как прожектор определенные ее участки. Поэтому сфера сознания правильно было бы говорить, что это сфера возможной данности сознания. Что такое сфера возможной данности сознания? Это и есть сфера нашего возможного опыта. То есть между сферой сознания и сферой возможного опыта состоит в том, что сфера сознания может расшириться до сферы возможного опыта, но всегда ограничена некой конкретной сферой. То есть сфера сознания – это предел изнутри. Сфера возможного опыта – это как бы перелетел снаружи. Последний предел, который может прийти, это сфера возможного опыта. Выйти из-за сферы возможного опыта мы не можем. но сфера сознания может расшириться до сферы возможного опыта, а может быть в некотором пределе этой сферы но в том разговоре, который мы сейчас ведем, для нас сфера сознания и сфера опыта это одна и та же сфера потому что для нас важно отношение с бессознательным если сознание может обозревать сферу возможного опыта и с путем внимания обозревать все это для нас не существенно, что сфера сознания всегда включена в сферу возможного опыта Будем считать в первом приближении, что сфера сознания, сфера возможного опыта, это одна и та же сфера. Теперь мы вот это вот потустороннее только мыслим. И возникает интересная аналогия между бессознательными, как и вещью в себе. Дело в том, что вещь в себе, по определению своего видения, она является непознаваемой. И, собственно, бессознательная тоже является непознаваемой в каком отношении? В том отношении, что если мы не можем бессознательно направить луч сознания, если мы не можем свет сознания бросить на бессознатель, мы не можем его познать. Потому что познать можно только то, что вступило в сознание, то, что находится в сфере возможного опыта. Поэтому вещь в себе тоже не находится в сфере возможного опыта, вещь в себе это и есть потустороннее явление. Доступны нам только явления. То есть, собственно, сфера сознания, сфера возможного опыта или сфера возможных явлений, это одна и та же сфера. Вещь в себе находится по ту сторону сферы. И вот бессознательная точно так же, как и вещь в себе, непознаваема. Непознаваема. И бессознательная точно так же непознаваема. Непознаваема. Это существенно следует из того, как она вводится в негативное определение. Бессознательная непознаваема, потому что она находится по ту сторону сферы, возможно, опыта по ту сторону сферы сознания. Но каким-то образом мы же сейчас о нем разговариваем. А каким образом мы о нем разговариваем? А поскольку мы с помощью мыслей можем удерживать потустороннее. Если мы говорим о потустороннем сознании, то мы определяем его как бессознательное. Как то, что находится по ту сторону сознания. То есть, на самом деле, бессознательное здесь удерживается как некий указатель. Указатель на потустороннее сознание. Этот указатель в литературе, в сочинении критикоспособности суждений, Канта называется символом. Кант различает символ и схему. Два способа, каким образом понятие возводится к созерцательному представлению. Это символ и схема. Символ указывает на то, что отсутствует. Символ связан с понятиями разума, а схема связана с понятиями рассудка. Понятно, что понятия рассудка могут быть применены к созерцательному, поэтому там возможна схема. Сжатое ясное представление того, на что представляет свое понятие, в чем состоит их содержание. А символ — это некий просто указатель, как икона является указателем на потусторонний мир. То есть символ сам по себе не имеет никакого смысла, он просто есть указатель. Но в данном случае бессознательное, которое мы сейчас обводим, является указателем. Вообще всякое потустороннее является неким указателем. На сегодняшний день мы в такое представление о бессознательном. Оно, как я уже, наверное, обратил ваше внимание, дополняет мой доклад о том, что представляет собой сознание. Сознание, видите, имеет свои границы. Граница представляет собой бессознательное. И вопрос о бессознательном неизбежно лежит на пути исследования того, что представляет собой бессознание. Продолжение следует... Спасибо.